МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алина Гребнева. Алина, привет. Почему не сейчас? Привет, Али. Привет. Ну, потому что власти Эквадора, а именно президент этой страны Ленин Морено, лишил Ассанджа политического убежища. Морено не так давно находится у власти. Два года он правит Эквадором. И в отличие от своего предшественника, который, собственно, и разрешил Ассанджу, предоставил убежище, Морено проводит несколько другую, даже кардинально другую политику. Он пытается наладить отношения с Соединенными Штатами. Ну и, собственно, этот арест давно готовился, поскольку коллеги Ассанджа по Викиликс, они призывали последние дни неравнодушных людей выходить к посольству, чтобы не допустить его задержания. Но препятствовать полиции никто не стал. И, собственно, Ассанджа буквально выталкивали из Эквадорского посольства. Сейчас вы видите эти кадры. Ассандж, которому 47 лет, заметно постарел за годы, пусть и добровольного, но все-таки заточения. Сам он не собирался покидать посольство. А представители Викиликс заявляют о том, что решение президента Эквадора нарушает международное право. Отмечу, что дверь сотрудникам Скотланд-Ярда открыли сами сотрудники депмиссии. То есть это не было никакой спецоперацией. Полицейских пригласили войти. Собственно, они вошли и арестовали Джулиана Ассанджа. А Скотланд-Ярд чуть позже подтвердил, что это задержание проводилось в том числе по запросу из Соединенных Штатов, которые добиваются экстрадиции Ассанджа. И действительно, в США ему может грозить смертная казнь. Это максимальное наказание за разглашение секретных документов. И вот это самый интересный момент. Что будет дальше? Выдадут его Штатам или не выдадут? Потому что президент Эквадора, который запустил вот эту всю цепочку событий, он на весь мир публично заявил, что этой выдаче США не произойдет. И вот почему. Я попросил у Великобритании гарантии того, что господин Ассандж не будет экстрадирован в страну, где ему может грозить смертная казнь. Британское правительство в письменном виде подтвердило, что этого не произойдет в соответствии с их собственными правилами. То есть, еще раз, Эквадор, как говорит президент, получил гарантии того, что Великобритания не будет выдавать Ассанджа США. Что в итоге получится, посмотрим. Но многие СМИ делают акцент на Соединенных Штатах, но не стоит забывать еще и о Швеции. Ведь именно в этой стране были заведены на основателя Викиликса журналисты первые уголовные дела, в том числе по статье «Изнасилование». И какая реакция прокуратуры Швеции? Там как будто сделали удивленное лицо, сказали, для нас это вообще арест стал, стало все это полной неожиданностью. И прокуроры Швеции пока не могут сказать, будут они возобновлять уголовное дело или нет. Я напомню, там было несколько этих дел. По части из них уже истек срок давности, но по одному уголовному делу срок давности истекает в 2020 году. То есть поле для действия у шведской прокуратуры есть. Еще один интересант, страна, заинтересованная в получении Ассанджа. Сам он в 2012 году политическое убежище просил именно потому, что опасался, что его в Швецию сначала как раз экстрадируют, да и потом уже, возможно, в США. Да, и возможно, я не знаю, это все на уровне пока догадок, будет реализован вот этот вариант, что его, может быть, опять отправят в Швецию, ну, не опять, а изначально отправят в Швецию, а уже потом в США. И тогда Великобритания формально вроде как и выполнит свои обещания, что она не будет выдавать страну, где Ассанджу грозит смертная казнь. Ну, безусловно, весь мир сегодня следил за Вестминским судом в Лондоне, куда доставили Ассанджа, привезли его под конвоем в полицейском фургоне. И вы видите, как десятки репортеров пытаются сфотографировать Ассанджа через стонированное стекло этого, ну, по сути, автозака. Что решил лондонский суд? Он оставил Ассанджа под арестом и, кроме того, признал основателя Викиликс виновным в нарушении британских законов. Ассандж нарушил условия освобождения под залог в 2012 году. Именно тогда, собственно, он опасаясь выдачи США и укрылся в посольстве Эквадора. BBC сообщает о том, что на сегодняшнем заседании в Мессмирсовском суде присутствовали сотрудники американского правительства и представляющие США юристы. Но решение об экстрадиции суд, скорее всего, будет принимать уже на следующем заседании. Оно назначено на 2 мая. Коллеги Ассанджа очень надеются на то, что британские власти все-таки дадут арестованному возможность получить медицинскую помощь, поскольку здоровье арестованного за время его нахождения в посольстве сильно ухудшилось. Ну, понятно, что есть уже политическая реакция на этот арест. МИД Италии призвал немедленно освободить Джулиана Ассанджа. Есть реакция и австралийской стороны, потому что Ассандж — это гражданин Австралии в первую очередь, но там посольство ограничилось таким заявлением, что мы постараемся как можно скорее просто пообщаться, посетить Ассанджа. Черным днем для свободы прессы назвал все происходящее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Есть реакция и Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, ну, он призвал соблюдать права Ассанджа. Российский МИД также заявил о том, что... Он напомнил еще раз, что Ассандж в первую очередь является журналистом по своей профессии. И, собственно, российский МИД заявляет, что произошедшее — это полное пренебрежение свободы СМИ. Мы надеемся, что все права Джулиана Ассанджа будут соблюдены. Вся история с Ассанджом — это вопрос не сегодняшнего дня, а вообще вся история с его... с гонениями на него, с травлей, с созданием ему нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации. Это удар по правам журналиста. Алин, ну мы вот много говорим о том, что Ассанджа в США могут казнить. Но почему? Из-за каких именно документов Викиликс американские власти на него так ополчились? Вот тут тоже интересная история, потому что вот эти обвинения США долгие годы обсуждались, но официально они не предъявлялись. И вот как только произошел арест, Миньюст США выступил, наконец, с официальным заявлением, и в нем подробно описывается, в чем его, собственно, обвиняют. А это сговор с целью получить доступ к секретной информации. В обвинении фигурирует рядовой Брэдли Меннинг, который, как считают Миньюст США, предоставил Ассанджу пароли от компьютеров Пентагона. Ну и, собственно, за счет этого Ассандж смог получить секретную информацию. А Брэдли Меннинг, я напомню, сменил пол и стал уже Челси Меннинг. Его тоже уже судили. Там довольно большая была история и скандал. Но о каких документах все-таки идет речь? Это так называемое иракское досье и афганское досье. Давайте напомним, что это такое, и поговорим в том числе о других разоглачениях Викиликс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА